Привет! Вы просто на нереальном техническом канале, канале компании «АвтоСтронг-М». Помните, что 100000 запчастей ждут вас прямо здесь, на Добровской, 15. Заходите на наши сайты, заказывайте запчасти и также заходите на наши соцсети. Итак, поехали! Ну что, пройдемся по коробочкам. Встречаем Nissan RS5F. На автомобилях Nissan Almera поколения N15 и N16 ставилась не очень удачной пятиступенчатой механической коробкой переключения передач. Она использовалась на множество автомобилей Nissan с объемом двигателя от 1.0 до 1.8 на Sony, Primer, Almera и так далее. Но именно на популярных у нас Almera она себя проявила наиболее ярко. При покупке МКПП Nissan вам надо точно знать, какая именно коробка вам нужна. А именно на какой мотор и на какую машину. А желательно вообще знать номер запчасти. Но вы знаете, если позвоните в «АвтоСтронг-М», то наши специалисты подберут вам отличную коробку. В первую очередь для подбора коробки надо обращать на вот этот стикер. Здесь написан номер детали. В данном случае у нас 4М506. Что значит, что эта коробка ставилась на Nissan Almera N15 и N16 с двигателем 1.5. А если бы был двигатель у автомобиля 1.8, здесь бы было выбито 8Е009. Корректное обозначение надо найти либо на вашей коробке, либо же в каталоге запчастей. Если вы купите не ту коробку, то она может вам просто не подойти, либо вам придется менять полуоси и другие детали. Также у неправильной коробки будут неподходящие передаточные числа. Все ее проблемы начинаются из-за ненадежных подшипников валов и дифференциалов. В 2000-х даже была целая отзывная кампания. Первым изнашивается передний подшипник вторичного вала. Из-за этого коробка начинает гудеть. Если не обращать внимание и на это, то подшипник заклинит, разрушится и бомбанет корпус. И вы увидите трещину где-то вот здесь. Если изнашивается подшипник первичного вала, то при выжиме сцепления коробка не будет гудеть, так как первичный вал снижает скорость вращения до остановки. Если коробка начинает гудеть при выжиме сцепления, значит барахлит выжимной подшипник. Вообще эта коробка начинает гудеть при пробеге от 80 до 150 тысяч километров. Но если вовремя разобрать и поменять подшипники, то ее можно спасти. Ну что, зовем Пашу и начинаем нашу разборочку. Субтитры сделал DimaTorzok Как показал Паша, коробка разбирается очень быстро и просто. Сразу обращаем внимание на магнитик. Здесь есть стружка. Чтобы посмотреть на наличие стружки, можно просто открутить сливную пробку, заглянуть и оценить состояние коробки. В отличие от тех коробок, которые мы разобрали ранее, это менее проблемное. Если смотреть за подшипниками и обслуживать ее вовремя, то есть поменять эти подшипники, то она будет служить долго. Субтитры сделал DimaTorzok Это вилки переключения передач. Их особенности это вот эти пластиковые вставки, которые на них установлены. По их состоянию можно судить о качестве масла. В данном случае они практически не изношены, то есть стружки в масле было минимально. Это наш вторичный вал. Обращаем внимание на состояние зубьев шестерен и на состояние зубьев синхронизаторов. Здесь у нас все в полном порядке. В принципе, коробка надежная. Вот этот люфт заднего подшипника вторичного вала норма, потому что этот подшипник устанавливается под натягом и не люфтит. Можем лишь обратить внимание на мелкие царапинки на роликах. А вот это передний подшипник вторичного вала. Как мы говорили, он страдает больше всего. Но в данном случае у нас здесь все в норме. Но обратим внимание опять же на небольшие царапинки на роликах. А вот это наш первичный вал. Здесь уже подшипники роликовые. Обратим внимание, что на заднем подшипнике люфта нет. А вот на переднем небольшой люфт присутствует. Наша коробочка на 5 из 5. Она еще ходила бы и ходила и, скорее всего, нашла бы отличного хозяина. А вот это дифференциал. Напомним, что вот это ведомая шестерня сателлитной шестерней полуосей, ось сателлитов и подшипники. Обратим ваше внимание на минимальный износ шестерен. Отсутствие взаимного люфта шестерен и, в принципе, с дифференциалом на этой коробке ничего не случается. Как правило, в этой коробке требуют внимания подшипники первичного вала, подшипники вторичного вала и подшипники дифференциала. Нам не удалось показать сокрушительного износа данной коробки. Но мы точно знаем, что данная коробка пользуется отличным спросом у владельцев Almer и Premier. Если ты хочешь знать о моторах все, обязательно подпишись на наш канал, поставь лайк этому видео, оставь комментарий, нам будет приятно. Заходи на наши соцсети, заходи на наш сайт и помни, что с тобой была есть и будет компания «АвтоСтронг-М». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok